Иногда маршрутку приходится ждать не только пассажирам, но и ревизорам. Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками Ространснадзора в среду проверяли по правилам, ли водители общественного транспорта перевозят пассажиров. Патрульные экипажи расположились посередине нескольких маршрутов и вылавливали из потока только маршрутный транспорт. Здравствуйте, старший лейтенант Медведев. У нас сегодня проходит специализированный рейд по выявлению нарушений среди водителей маршрутных средств. Доставьте, пожалуйста, документы. Водительское удостоверение в связи с регистрацией транспортного средства и страховой полис ОСАГО. Кроме стандартного набора документов, инспекторы технического надзора ГИБДД проверяют состояние транспортного средства, исправно ли рулевое управление, колеса, световые приборы. За этим в идеале должны следить механики транспортного предприятия и не выпускать на линию маршрутки с неполадками. Но в реальности бывает иначе. Нередко инспекторам приходится сталкиваться и с нарушением, когда перевозчики для увеличения вместимости вносят изменения в расположение пассажирских кресел. В заводы изготовителя идет транспортное средство с конкретным количеством сидений, а уже водители изменяют его, чтобы туда влезло больше пассажиров. Они, соответственно, будут стоять. И тем не менее, если, например, произойдет резкое торможение, то есть могут пострадать пассажиры. Ну и самые частые нарушения – разговор по мобильному во время движения и фокусы с ремнями безопасности. Не любят люди, проводящие на дороге большую часть дня, пристегиваться и придумывают разные хитрости. Как, например, этот водитель. Уважаемый водитель, можно посмотреть ваше ремень безопасности? Для чего вы вот это делаете? Скажите, пожалуйста. Жест какой-то. Что? Жест какой-то. Ну, то есть, это нарушение. Статья 12.5, часть 1. Нарушение стоило перевозчику не только 500 рублей штрафа, но и части выручки. Пассажиры, не пожелавшие ждать, пока водителя оформят, потребовали плату за проезд назад. А еще нарушитель потерял драгоценное в его работе время. Возможно, это заставит его кое-что переосмыслить. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.